Полтора миллиарда рублей на благоустройство городов и районов. Михаил Игнатьев подписал указ о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики. О том, когда и куда направят средства в нашем репортаже. 2020 год должен стать прорывным в республике, отметил глава. 1200 дворовых территорий, 119 населенных пунктах республики полностью преобразятся. Фронт работ колоссальный. Появляется возможность для всех органов власти, для всех общественных организаций, для всех неравнодушных людей и физических лиц, и юридических лиц, предпринимателей. В 2020 году мы можем 2-3 раза объемы работ увеличить. Автовладельцев порадуют отремонтированные дороги во дворах, новые экопарковки, системы видеонаблюдения, жителей, хорошее освещение, игровые и спортивные площадки. Работа начнется поэтапно, с начала нового года. Реконструкция, ремонт, новое строительство потребует немало средств и сил. Пересмотрим порядок установления софинансирования, соответственно, с которым долю расходов из-за бюджета по уровню софинансирования увеличили. То есть нагрузка на бюджет почти 140 миллионов рублей, тем самым сумма высвобождается у муниципальных образований. Вести их в пользу. Основновведение формируется в единой очереди без возрастных ограничений. Обязательным условиям расставится признание нуждающимся в лучшем и жилищном условии и исключены в категории граждан, которые не относятся к работникам агропромышленного комплекса и социальных сферах и ветеринарных организаций. На заседании правительства говорили и о поддержке сельских библиотек. 10 миллионов рублей выделят для центров чтения в Маргаушском и Чебоксарском районах. Передовые технологии, свободный доступ к интернету сделают библиотеки востребованными и популярными. Культурное пространство на селе расширит сразу два виртуальных зала с возможностью прямой трансляции столичных концертов. В 2020 году из федерального бюджета будет выделено 2 миллиона рублей. Это у нас Козловский район и город Алатыр. Это мы планируем на базе детской школы искусств. В шаговой доступности должно быть все, что нужно для комфортной жизни. Имеющиеся средства надо использовать рационально, отметил глава. Оценивать эффективность их использования будут жители муниципалитетов. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Продолжение следует...